Добрый вечер, дорогие друзья! Передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу. И сегодня наш гость, руководитель геополитических программ Центра стратегического анализа GISAG, Валерий Чичанашвили. Валерий Добрузин, тебя уже хорошо знает очень наша публика, поэтому я не буду представлять все твои регалии. Понятно, что ты опытнейший дипломат, и поэтому вопрос, продолжение вот этой темы традиционной, кому выгоден конфликт между Арменией и Азербайджаном, с тобой разговор для меня особенно интересный, потому что это интересно с точки зрения развития этого конфликта. Ты, в принципе, наблюдал его ретроспективно, действительно, то есть с самого начала, с самого момента его возникновения. Смотри, вот сегодня в регионе игроки традиционно считаются. Это Минская группа, сопредседатель Минской группы ОБСЕ, это Россия, конечно, это Франция, это Соединенные Штаты и еще один игрок Турции. Как-то вот рассматривают их, давно уже эти игроки присутствуют, и тем не менее конфликт продолжается. Поэтому, ну, как бы логичный вопрос, если что-то происходит, значит это кому-то выгодно. Вот эти игроки, какой роль они играют вообще вот так, если мы возьмем Электроспективно? Какую роль они играют во всем этом конфликте? Ну, это действительно очень важная тема, которую ты затронул, Гела. И я очень внимательно наблюдал за передачами, которые ты записывал с разными респондентами. И, в принципе, совершенно разные респонденты, разные эксперты из разных стран, они, в принципе, сходятся в одной мысли, что есть один игрок, который действительно является очень серьезным региональным игроком, и в интересах которого это обострение, так сказать, отношений, продолжение конфликта между Азербайджаном и Арменией, и все сходятся во мнении о том, что это Россия. И не только потому, что у нее такая политика в отношении Азербайджана и в отношении Армении, но в первую очередь потому, что это является, это рассматривать мы должны как составную часть вообще общей политики России по отношению к своим соседям. И эта политика, которую Россия проводит в отношении Армении и Азербайджана, строя свою политику на их противоречиях и пытаясь на этом набирать потенциал собственного влияния в регионе, это не является чем-то особенным или каким-то эксклюзивом, это является проявлением общей политики России по отношению ко всем своим соседям. Вот, поэтому я думаю, что в принципе этот вопрос очень закономерный, кому, если ставить его таким образом, кому выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией, но если мы реверсно поставим этот вопрос, кому не выгодно, кому не выгодно противостояние между Азербайджаном и Арменией, мы, так сказать, получим практически тот же самый ответ, только из другого ракурса. Ну да, методом исключения. Да, методом исключения. Кому не выгодно. Естественно, что война не выгодна прежде всего Азербайджану и прежде всего Армении, она не выгодна Грузии, потому что война, она, во-первых, непосредственно нас касается, потому что эта война, она снижает конкурентоспособность Южного Кавказа как региона в системе международных отношений. И, кстати, именно на снижении этого конкурентоспособного потенциала конкуренции является одной из задач, которую Россия преследует своей политикой на Южном Кавказе, потому что мы являемся серьезными конкурентами на самом деле. Если брать транзитные транспортные коридоры, есть три коридора, которые, в принципе, в концепции запад-восток конкурируют друг с другом. Это северный, центральный, через Южный Кавказ и южный. Поэтому, значит, невыгодно Грузии, невыгодно также Турции, потому что она тоже является, в принципе, Турция это страна, которая последовательно проводит свою политику, основываясь на общепризненных нормах и принципах международного права в регионе. Невыгодно это и Ирану также, а выгодно только России. И если еще раз поставить вопрос еще по-другому, кому нужно, например, российское военное присутствие в регионе, если поставить вопрос так. Азербайджану точно не нужно, Грузии точно не нужно присутствие. В Армении все больше и больше зреют настроения в пользу того, что Россия не является полноценным гарантом выполнения внешнеполитических интересов и не является гарантом безопасности Армении и Турции. Тем более, это понятное дело, что российская военная присутствие в регионе совершенно не нужно так же, как Ирану, а это нужно только России. Поэтому, задавая этот вопрос с разных углов, под разными ракурсами, мы приходим к одному тому же выводу, который заключается в том, что прежде всего Россия заинтересована в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Давай я буду вот так же реверсно, немножко побуду адвокатом дьявола, чтобы это было интересным, и так же реверсно буду, попытаюсь по каждому и по каждой из перечисленных тобой стран, попытаюсь выдвинуть контраргументы. Ну, например, вот Армении. А может быть Армении, наоборот, выгодно, потому что Армения использовала карабахский конфликт для того, чтобы вообще это общерациональная идея была мобилизации страны, а в то же самое время Россия была союзником, и на протяжении 30 лет они хотели очень большой, большим куском территории Азербайджана. Там же не только был Карабах, там было еще 7 районов. И, в общем-то, у Армении до недавнего времени было все хорошо. Так почему ей было невыгодно? За гранью дружеских штыков она находилась. Может быть, ей было выгодно? Ну, начну с твоего замечания о том, что до недавнего времени, то есть до последней 44-дневной войны, Армении это было выгодно. Давай попробуем разобраться, в чем заключалась выгодность Армении. Нет, я понимаю, что ты задал вопрос, я пытаюсь на него ответить. Есть апологеты этого подхода в Армении в том числе. Что это принесло Армении? Да, это был контроль 20% где-то территории соседнего государства. Но, значит, Армения оказалась в ситуации, которая и сейчас имеет место быть, к сожалению, что из 14 пограничных пунктов пропуска по всему периметру действовали только 4. 3 с Грузией и 1 с Иран. Остальные пограничные пункты перехода были закрыты из-за того, что в Армении были отношения, ну, войны практически, горячей войны с Азербайджаном, и из-за конфликта в Карабахе, и из-за, собственно, двухсторонних отношений с Турцией, которые, ну, в действительности, даже безотносительно от Карабаха, если брать, нельзя назвать идеальным, так как говорят, да, отсутствие дипломатических отношений, разного рода претензий, это, в том числе и территориальный, и так далее, проблема геноцида. Ну, сейчас мы это не анализируем, мы просто говорим по факту, что когда у страны из четырех соседей, да, с двумя отношения такого рода, она не может себя чувствовать в безопасности. Плюс из-за такого состояния Армения практически оказалась вытолкнутой, так сказать, из сферы международных транспортных коммуникаций, из осуществления крупных геополитических, так сказать, региональных инфраструктурных проектов и так далее. И на самом деле никто еще этого не считал, но если даже до начала 44-дневной войны кто-то бы посчитал, сколько Армения выиграла и сколько проиграла, то я думаю, что ответ был бы очевиден, что Армения больше проиграла, чем выиграла. И это было до 44-дневной войны. Теперь произошла вот эта война, и все то, из-за чего считалось, что Армения выигрывает, потому что ее поддерживает Россия, оказалось, что, во-первых, Россию не поддерживает, да, и это не мы с тобой говорим, а все больше и больше политологов и экспертов. Россия в конфликте поддерживает только себя. Ну, Россия поддерживает собственный интерес. Себя. Это мы говорили в прошлой передаче, когда мы говорили об отношении России к Грузии, да, тоже. Вот. Но она поддерживает себя, и понятное дело, что вот после 44-го... Есть такое выражение, в конфликте между Азербайджаном и Арменией Россия поддерживает конфликт. Конфликт, да. Можно и так сказать, наверное. Но вот после 44-го, смотрите, к чему мы теперь пришли. Да, все эти 30 лет практически продолжалось в регионе, продолжалось вот это ненормальное состояние войны, контроль 20% территории соседнего государства состноаромерений. Это рассматривалось как большая победа, так сказать, и комфорт Армении, так сказать, и так далее, да. И считалось, что это стоит того, чтобы Армения оказалась вне полномасштабного, полноценного сотрудничества регионального, по крайней мере, и она не использовала все те преимущества, которые могла бы использовать, если бы тут было свободное развитие отношений и так далее по всем направлениям. Считалось, что все равно оно того стоит. Теперь после 44-х дневной войны все это утеряно. А проблемы остались. Поэтому, значит, можно сделать несколько выводов. Ну, первый вывод это сразу, который напрашивается, что ОДКБ как структура коллективной безопасности, она рухнула, и никакой действенной помощи, не то что не стоит от этого ждать, но я должен напомнить, что на самых ранних этапах и даже до этой 44-х дневной войны официальные, так сказать, лица, представляющие ОДКБ, ее генеральный секретарь, говорили открыто о том, что проблема Карабаха – это не проблема ОДКБ, потому что это находится... Ну, в принципе, строгоформально они были правы. Да, они были правы, но тут еще заключается дело в другом. Подавляющее большинство отдельно взятых стран ОДКБ явно в этой войне симпатизировали Азербайджану, а не Армению. В силу очень многих причин. В силу очень... Мы это тоже сейчас не анализируем, мы просто говорим по факту, что ОДКБ рухнуло. Первое. И второе. Если брать двусторонние гарантии по обеспечению безопасности, которые Россия предоставляла Армении, они тоже по тем или иным причинам не сработали. Можно говорить о том, почему они не сработали. Ты очень правильно ставил вопрос в предыдущих передачах. Россия не смогла, насилие не захотело, и Россия не захотела, потому что не смогла. Справедливости ради этого Копчак сказал. Или Копчак сказал, да, Владимир, да. В общем, это правильно звучало, но по факту теперь получается, что мы находимся в новой ситуации. И из этой новой ситуации надо искать совершенно новые подходы, новые выходы. И прежде всего, я понимаю, что нашим армянским коллегам из Армении это тяжелее всего, потому что страна находится, так сказать, ну считается, что она, так сказать, потерпела поражение, что это понятно, что очень тяжелый эмоциональный фон, даже шок и так далее, да. Но с другой стороны, после последних выборов появился новый потенциал и новый ресурс у Армении, как у государства, и у ее правящей партии, кстати. Я думаю, что народ Армении доказал свою зрелость своим выборам, потому что предоставил премьер-министру Пашиняну новый шанс. И это означает, что общество Армении, армянский народ, сделал, несмотря на очень тяжелую ситуацию, это тяжелый эмоциональный фон, сделал очень правильные выводы из того, что произошло. И не захотел возвращаться в это, так сказать, коррумпированное, так сказать, прошлое, которое управлялось, так сказать, государством, ну, понятное дело, какими методами и так далее, отдал свой голос в пользу демократии, развития, сотрудничества и так далее. Вот теперь очень важно, как новая вот эта власть сегодня, как премьер-министр Пашинян, его команда, использует этот мандат, который выдан народом Армении им на следующий парламентский период. И в этом смысле, я думаю, что шансы на то, чтобы мы полноценно стали сотрудничать сами, мы об этом говорили все время, на Южном Кавказе, эти три страны, и мы говорили о том, что от нас троих на самом деле зависит, что делать и как. И нет таких сложных вопросов, какими бы болезненными не было дело. Даже, например, сейчас, вот в последнее время, обострение по линии границы, да, уфибризной границы между Арменией и Азербайджаном, чего, в принципе, следовало ждать, потому что граница, это очень болезненный вопрос. И ее не существует как таковое, то есть, она не демаркирована, не демаркирована, потому что она не делимитизирована. Я хочу напомнить просто, несмотря на дружеские отношения между Грузией и Арменией и стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, наши границы тоже не делимитизированы. Не до конца, то есть. Не до конца, да. И не демаркированы тем более, да. То есть, я хочу сказать, что это сложный вопрос, даже когда есть нормальный фон, дружеские взаимоотношения между государствами. Теперь, конечно, между Арменией и Азербайджаном это, так сказать, сложность, но все равно надо договариваться. И есть способы договориться. Ну, например, да, на тех спорных участках, которые не делимитизированы и Азербайджан, и Армения считают, так сказать, ну, все равно эта линия делимитизации, она не бывает смещена там на 5 километров, больше, чем на 5 километров в одну или другую сторону, да. Можно, например, как превентивная мера договориться о том, что мы объявляем какой-то вот этот коридор демилитаризованный и отводим свои войска, скажем, Армения и Азербайджан, для того, чтобы не было соприкосновения между между военными частями и, соответственно, мы превентировали превентировали конфликт. Вот. А потом надо строить надо строить отношения, потому что потому что когда-то заканчивается война, наступает мир, кстати, об этом говорит в своих интервью очень часто президент Азербайджана, господин Ильхам Алиев, что заканчивается война, начинается мир и нам нужно думать о том, чтобы по-другому выстраивать свои отношения. В этом, на самом деле, заключаются гарантии безопасности всех трех государств, а не в том, что какие-то военные контингенты из третьих стран будут расположены в регионе. Несомненно, это так. Вот с точки зрения нормальной логики здорового человека, то, о чем ты хочешь, это абсолютно истина, с которой трудно спорить. Но все дело в том, что в нашем регионе же нездоровая логика. А нездоровая логика заключается в том, что заключение мира для армянской страны означает признание территориальной целостности Азербайджана, что неприемлемо. Вот прекрасный, конечно, метод, 5-километровая зона, нейтральная, где можно потом уже договариваться километр сюда, километр туда и так далее. Но в этом случае понятно же, что вот эти все областения на границе российская сторона использует для того, чтобы по периметру поставить свои войска, войска ФСБ России. Причем, сейчас вспоминаю вариант нашей ползучей оккупации. У нас вот эту ползучую оккупацию, то, что вот этот забор поставить, они могли за 2 месяца. Территория очень небольшая, даже, может быть, быстрее, но они специально ставят 10 метров, потом еще 20 метров, потом еще 10 метров, чтобы постоянно были об этом разговоры, постоянно держать градус. То же самое у меня, по-моему, здесь происходит. То есть, логика России такая. Ну и теперь, если мы пойдем к Азербайджану, Азербайджану невыгодно. Ну, почему же невыгодно? С одной стороны, Азербайджану сейчас война сама по себе. То, что Азербайджан находился в такой ситуации, на военном положении достаточно серьезный толчок дал Азербайджану, для развития Азербайджана. Азербайджан, значит, свою армию на такой уровень поднял. Кроме всего прочего, но сейчас вопрос зайдет по этому самому коридору, который в Азербайджане называют Занагизурским в Армении и Севернерске, ну, это коридор между Махачеванью и остальной части Азербайджана и дальше на Турцию и так далее. Но, то есть, на сегодняшний день, может быть, Азербайджан заинтересован в конфликте? Или это не совсем так? Я не думаю, что Азербайджан заинтересован в конфликте, потому что Азербайджан, в принципе, достиг своих целей. Он восстановил территориальную целостность и международные признанные границы в регионе. Это раз. Потом, Азербайджан это самая большая экономика региона, которая очень зависит от возможности беспрепятственного экспорта своих углеводородов на мировые и в том числе на европейские рынки. Поэтому Азербайджан заинтересован в стабильности региона, потому что стабильность это гарант экономического развития, динамичного, так сказать, и так далее, что Азербайджан, в принципе, и демонстрирует последние годы. В этих условиях Азербайджан, как и любая другая страна, в принципе, не заинтересован в том, чтобы на его территории находились какие-то, так сказать, вооруженные силы третьего государства. Это ни к чему хорошему не ведет. Тем более, Азербайджан, конечно, не заинтересован в том, чтобы войска ФСБ, пограничные войска России, стали на границе, даже международно признанной, между Арменией и Азербайджаном. Почему он не заинтересован? Потому что где они на самом деле будут стоять? Ведь для того, чтобы они где-то встали, для этого нужно согласие Армении и Азербайджаном. Потому что самая эта граница не делимитирована и тем более не демаркирована. Если была демаркация, то и проблемы были. Поэтому я не думаю, что Азербайджан вполне способен собственными силами обеспечить собственную безопасность, как он это доказал, и обеспечить условия для развития собственного. Для этого все предпосылки у него в регионе есть. Я не думаю, что особенно на фоне последних заявлений, которые звучат из России, большие, и в том числе и заявления, которые не остались без внимания Азербайджана и потребовали определенных дипломатических демаршек со стороны Азербайджана. На фоне всего этого, на фоне известного письма президента президента России, где адресатом выступает Украина, на самом деле под тексте это письмо адресовано всем нам, соседям России. И, наверное, это тоже стоит как-то разобрать в твоей передаче и посвятить этому отдельный эпизод цикла твоих передач. Поэтому Азербайджану совершенно я не вижу ни одной причины, по которой Азербайджан был бы в долгосрочной перспективе заинтересован пребыванием российских войск на территории Азербайджана. Да, сейчас ситуативно на какой-то период ограниченный контингент, который, кстати, заместил там вооруженные силы Армении, которые вышли. Понятное дело, что Азербайджану выгоднее, чтобы там были российские, чем армянские вооруженные силы на какой-то период. Но время пройдет, 4 года, это было на 5 лет, теперь уже практически один год прошел, эти 4 года пройдут тоже быстро. И в принципе, самым большим гарантом того, чтобы мы достигли состояния, когда нам не нужны вообще иностранные вооруженные силы на наших территориях, будет, опять же, я как мантру все время повторяю вот этот тезис о том, что нам нужно налаживать трехстороннее сотрудничество, ставить перед собой конкретные цели. Я в прошлых передачах называл, например, очень конкретную цель, например, создание зоны свободной торговли на Южном Кавказе, что совершенно не является простым делом, но также не является чрезмерно сложным. И потом от этого постепенно идти далее и далее, что будет самой главной гарантией безопасности нашей, этих трех государств Южного Кавказа. И в более широком плане это будет гарантией того, что мы создадим на этом пространстве, значит, мы создадим на Южном Кавказе пространство стабильности, безопасности, интеграции, что в конечном итоге будет иметь кумулятивный эффект и не просто обеспечить нашу безопасность, а совершенно по-другому высветит и проявит потенциал региона, который является очень серьезным потенциалом, исходя из многих параметров и факторов. Поэтому, я думаю, что Азербайджану коротко, если подытожить, Азербайджан совершенно не заинтересован в пребывании российского контингента на его территории. А старше Турция? Только не спрашивая меня, заинтересована ли Турция в том, чтобы на территории Южного Кавказа был контингент российских картинок? Нет, но с другой стороны, Турция же вот вошла в регион, Турция же может быть использовала этот момент для того, чтобы войти в регион, потом, вот сейчас инициатива президента Эрдогана по поводу углубления военного сотрудничества Грузии, России, Грузии, Азербайджана и Турции, значит, то есть Турция становится нужным, ну как для Азербайджана и для Грузии тоже, я, кстати, тоже спрошу, какова перспектива этого формата, то, что у Турции тоже есть какие-то дивиденды от всего, наверное. Турция это очень активный игрок в регионе, это активный инвестиционный игрок, активный торговый игрок и участник всех крупнейших инфраструктурных проектов, даже более, скажу, без Турции вообще было бы невозможно осуществить все эти крупные инфраструктурные проекты, которые здесь имеют место быть. Турция это, понятно, дело, что у Турции с Азербайджаном совершенно особые взаимоотношения, которые обосновываются на формуле один народ, два государства. С Грузией у Турции прекрасные взаимоотношения, мы как-то уже говорили, я везде повторяю эту тезию, еще раз скажу, что несмотря на сложные исторические перипетии, которые характеризовали отношения между двумя странами, они доказали, что в новых условиях они способны развивать отношения на качественно другой основе и в результате этого грузино-турецкие отношения становятся не только фактором безопасности в двухсторонних отношениях, но и серьезным фактором безопасности в региональном контексте. Кстати, здесь я замечу, что именно поэтому очень серьезной частью гибридной войны России в Грузии является тут провоцирование антитурецких настроений. Именно Грузия является объектом приложения этих усилий России. Почему? Потому что в Армении этого делать не надо, а в Азербайджане этого сделать невозможно. Бессмысленно. И это проходит на фоне того, что сама Россия прекрасно ладит с Турцией где-то ситуативно, где-то более на долговременной основе. Ладит-то сквозь зубы, конечно. Да, сквозь зубы или не сквозь зубы, но по крайней мере оба лидера говорят о том, что отношения между Россией и Турцией развиваются по восходящей. В общем, поэтому, если вернуться к влиянию Турции, еще, несмотря на все вот эти запреты, о которых мы говорили, отсутствие официальных дипломатических или торговых отношений, значит, не является большим секретом, что нелегальная, но турецко-армянская торговля идет очень активно. И плюс к этому, многие граждане Армении, они находятся в Турции, зарабатывают там деньги и так далее и высылают их в Армению, точно так же, как в России, где-то гораздо больше масштаба имеет. Поэтому Турции совершенно не нужно тут присутствие ни чужих, ни собственных военных сил на этом регионе. У нее другая философия поведения, это инвестиции, это торговля, это продвижение турецкого языка, в том числе, от чего практически совершенно Россия отказалась. Россия совершенно не заботит русский язык как феномен пространства Советского Союза, который был очень серьезным рычагом влияния России вообще на этом посттаталитарном пространстве и на Южном Кавказе в частности. Ее совершенно не волнует. Есть только такие заявления о том, что русскоязычное население. А что Россия сделала например за последнее время в Грузии и в Армении скажем или в Азербайджане для того, чтобы продвигать какие-то мероприятия были. Какие-то отрывочные системы нет. Что кстати есть у Турции. Это в рамках организации туркоязычных государств происходит. Парламентская ассамблея туркоязычных государств, которая очень активно продвигает идею о том, чтобы стандартизировать турецкий язык и выработать универсальные нормы турецкого языка, который будет сквозным образом действовать на всем этом пространстве, что очень важный фактор. Многие его недооценивают. Поэтому Турции опять же не нужно российское здесь военное присутствие. Даже исходя из ее отношений с Грузией и Азербайджаном ей собственное военное присутствие в этих странах не нужно. И последняя инициатива, о которой ты упомянул, президент Даган, о том, что мы должны активизировать и наполнять новым содержанием военно-политический компонент сотрудничества трехстороннего формата Азербайджан Турция и Грузия, он является вполне логичным продолжением общей политики Турции, которая основывается на принципе стратегического партнерства с Грузией и с Азербайджаном, созданы соответствующие институты, которые это поддерживают. Трехсторонний формат и так действует. Активно действует трехсторонний формат Азербайджан, Турция, Грузия уже, наверное, двадцать практически. Я помню такие первые заседания, например, были, точно помню, что в Трабзоне, например, встречались министры внутренних дел трех государств. В Трабзоне это еще был 2002 или 2003 год. Я был тогда генеральным секретарем УЧС, и поскольку эти три страны были странами УЧС, тоже был в Трабзоне, это сам видел. 2003, ну, практически 20 лет. И вот через 20 лет поступательного развития этого формата привели к такому состоянию трехсторонних отношений, когда президент Турции говорит о том, что да, почему не военно-политический компонент, почему не должны это... В принципе, существовало какие-то учения были? В рамках НАТО всегда, и Азербайджан принимает участие, и сейчас принимает участие в рамках НАТО, но у Азербайджана собственная политика в отношении НАТО, и никогда Азербайджан не говорил, что он хочет стать членом НАТО, но характер военной, так сказать, качество военного взаимодействия и отношений между Азербайджаном и Турцией гораздо выше, чем отношения в этом контексте между Грузией и Турцией. Да? Это конечно. Я думаю, что спорить по этому поводу не будем. Значит, с одной стороны это компонент, с другой стороны внешнеполитический основной приоритет Грузии, который говорит о том, что мы станем членами НАТО, Турция член НАТО, который всегда активно поддерживал наше членство и наш приоритет по членству в НАТО, эти два компонента они делают вполне логичной. Это предложение президента Эрдогана, я думаю, что оно будет встречено очень позитивно и в Азербайджане, и в Тбилиси. И, ну, это будет выражаться в чем? Это будет выражаться в сотрудничестве военно-политическом по многим направлениям, там, обучение, там, совместные, совместные какие-то эти самые, как его, мероприятия, да, и так далее, что, в принципе, вполне логично, исходя из качества отношений между этими государствами. Понятно. Ну и переходим к коварному Западу, который запускает империалистам, которые запускают свои грязные щупальца в регион, уже давно, не с 20-х годов, там, Кирзон, помню, помню. Франция, так или иначе, ну да, немножко там перебрала радио Свобода Армянская по поводу ОДКБ, сказав, что если из ОДКБ выйдет, я, наверное, удачку тоже попался, что, мол, Франция предложила Армении выйти из ОДКБ для того, чтобы вступить в заключить военно-политический союз и оказать военную помощь, так или иначе, Франция сказала, Французов Пасхот заявил о том, что Франция готова даже в военном компоненте участвовать. То есть, Франция, так или иначе, ну, как минимум, визуально проводит очень активную политику в регионе. А Франция разве не выгодна на этот конфликт? Ну, я бы не преувеличивал активность и намерения Франции по отношению к региону. Я попытаюсь сейчас это обосновать. Ну, во-первых, если возвращаться к известному интервью, который дал французский посол, он дословно сказал следующее, что Франция, конечно же, рассмотрит любые заявки, в том числе по военному сотрудничеству, которые Армения заявит, так сказать, Францией. Но при этом надо учитывать реальность, что Франция и Армения находятся в разных военно-политических альянсах. Да? Значит, из этого подтекста потом многие стали, так сказать, ну, я, кстати, это очень интересный, очень интересный подтекст, и много подтекстов здесь, так сказать, опытному глазу видны. Много подтекстов, но для того, чтобы понять, куда ведет французская политика на Южном Кавказе и было ли это интервью сделано в контексте вот развития этой политики, или это просто отдельно взятое интервью, которое фиксирует факт, факт того, что Франция является членом НАТО, а Армения является членом ОДГБ. Да? И понятно, что это накладывает определенные ограничения, в том числе и на возможность властей Армении делать какие-то заявки в отношении Франции. Потому что мы говорили о том, что ОДГБ в принципе рухнуло, и оно никаких гарантий Армении. Но формально оно существует. Но формально оно существует, и я думаю, что, в общем-то, это приходится до тех пор, пока Армения является членом ОДГБ, Еревану придется это, так сказать, принимать во внимание. Точно так же, как и членство Еревана в Армении, в Таможенном союзе и в Евразийском союзе, накладывают на нее определенные обязательства и ограничения. Например, с точки зрения установления режима экономических отношений с третьими государствами. А эти третьи государства сегодня и Грузия, и Азербайджан. Именно это я имею в виду, когда говорил о том, что там, скажем, идея свободной торговли на Южном Кавказе, она, так сказать, в принципе, не так просто осуществлена, потому что Армения сделать этого не может, бить согласия таможенного... Ну, у нас только свободный режим свободной торговли с Европейским союзом. Значит, режим свободной торговли он не является ограничителем в этом смысле. Ограничителем является нахождение в таможенном союзе, потому что таможенный союз ГИЛА, он подразумевает на внешних границах этого объединения единые таможенные пошлины. А режим свободной торговли этого не предусматривает. Вот. Ну, сейчас мы немножко отошли по Франции, да, значит, поэтому в контексте надо смотреть не этого отдельно взятого интервью, а в контексте продолжать. Теперь, я думаю, что Южный Кавказ не является приоритетом французской политики. Я думаю, что у Франции есть гораздо более... мы не Африка и мы даже не Северная Африка. Поэтому я бы не стал тут преувеличивать то место, которое Южный Кавказ занимает в приоритетах французской политики. Кстати, если бы это было так, то мы бы здесь, в Грузии, это бы ощущали гораздо сильнее. Благодаря Солом? Да, благодаря президенту Грузии Соломе Зурабишвили, который является кадровым французским дипломатом. И я думаю, что это очень большая роскошь для любого государства, иметь собственного кадрового дипломата в качестве президента независимого государства. Это точно роскошь? Это роскошь в том смысле, что она открывает очень серьезный потенциал влияния в регионе и в стране. А, для Франции? Для Франции. Я думал, это роскошь для нас. Нет, я говорю, что для Франции иметь собственного карьерного дипломата в качестве президента независимого государства в регионе Южного Кавказа, если у тебя есть серьезные планы в этом смысле, то это очень большая роскошь, которая, в принципе, упала в руки Франции. и когда в девятнадцатом году первый государственный визит, который осуществил президент Грузии госпожа Соломи Зурабишвели во Францию, это было логично, никто не был этому удивлен, исходя из того, что, из реальности, тогда было очень много заявлений по поводу того, что наши отношения выходят на качественно новый уровень, что теперь такого качества поддержки, которое Франция оказывает Грузии, она не оказывала никогда и такое взаимопонимание и так далее, что имело под собой определенные основания и надежды. Был учрежден формат переговоров имени Дмитрия Амилохвари, героя Франции, так сказать, да, и мы рассчитывали на то, что, в принципе, все это поможет нам решать какие-то собственные внешнеполитические задачи, в том числе и в контексте особых отношений, которые у Франции есть с Россией. Значит, оказалось, что, так сказать, эти надежды, к сожалению, не оправдались. Даже более того, я, так сказать, повторю этот тезис, я тоже о нем говорил, самым большим разочарованием было то, что во время 2019 году, во время председательствования Франции в группе семи, ничего не было сделано для того, к сожалению, ни нашей дипломатии, ни французской тем более, потому что, с чего бы у французов болела голова за наши проблемы, если мы сами этого не будируем и не показываем, ничего не было сказано о Грузии и ее проблемах с Россией, на том фоне, что очень четко была бы сказана позиция большой семерки по поводу Украины и ее проблем с Российской Федерацией, это было очень большим разочарованием и с тех пор в принципе мы ничего такого особенного во французско-грузинских отношениях не видели, кроме одной вещи, что тоже очень важно, это льготный кредит по-моему на 400 миллионов евро, который был выделен по двухсторонним каналам Франции для нашей страны. Поэтому это все мне дает основание говорить о том, что не надо рассчитывать на какие-то активные действия здесь Франции, у нее нет влияния ни на Турцию, ни на Азербайджан, на Армению, если брать эмоциональный контекст взаимоотношений, да, какое-то влияние есть, но оно совершенно несопоставимо по своим параметрам и по степени своего влияния с российским влиянием на Ереван. Поэтому говорить о том, что полноценно Париж может заменить здесь Москву и в этом свете говорить о том, что Париж будет гарантом безопасности Армении, я думаю, что по меньшей мере это наивно. Валер, вот смотри, с одной стороны, конечно же, понятно, что определенные сенситивные моменты и так далее, сентиментальные моменты между Францией и Арменией существуют, но с другой стороны, Париж себя позиционировал как врага здесь в регионе, как врага Азербайджана, потому что в Азербайджане, если в Армении воспринимают штыки действительно, как и очень негативно начаться, и растет негатив по отношению к России, то в Азербайджане по отношению к Франции достиг пика этот негатив. То есть вот этот момент, то есть Париж не понимает этого, что Макрон, говорят, сейчас поет не только в Ереван, но и в Баку, и в Тбилиси. До этого Шарм-Мишель ездил, но Шарм-Мишель в данном случае может по нашим вопросам. У него своя повестность, которая рухнула, тоже, кстати. Так вот, а в Париже не понимают, что, хотя с другой стороны тот же Париж, он в каждой точке сопротивления вместе с Россией, вместе с русскими, значит, доходится в становление с турками, с Турцией. Вот во всем этом раскладе понятно, что может быть все-таки Франция действительно готова к каким-то образом военным путем помочь Альмении, если что? Ну, если у Франции есть какие-то, так сказать, какие-то представления, да, о том, что происходит в регионе, и хорошо, что президент Франции приедет во все три страны, но понятное дело, что политический лидер такого масштаба, как президент Франции, он в такой отдаленный от Франции регион не поет ради одной страны, какой бы эмоциональный контекст не был в двухсторонних отношениях. Поэтому понятно, как Франция, как крупный игрок, она приедет в Ереван, ну, приедет в Баку, и потом в Тбилиси приедет. Я думаю, что в Баку очень, так сказать, четко доведут до сведения, так сказать, французской делегации о том, на каких принципах они готовы, так сказать, развивать отношения и с Ереваном, и в региональном контексте. И самое главное, что у Баку будут очень серьезные аргументы, так сказать, в своем пользе. Он, так сказать, Баку скажет о том, что да, на основе принципов нормы же народного права, хельсинских принципов сотрудничества, на основании, если хотите, европейских стандартов сотрудничества, мы готовы здесь, так сказать, делимитировать границу, демаркировать, или вообще, может быть, не демаркировать, развивать, открыть все транспортные коридоры и так далее. Баку скажут о том, что мы обеспечили, так сказать, действие Лачинского коридора, а по коридору на Хечеване у нас проблемы. Это же не европейский подход, почему же так происходит, да, давайте нам помогите в этом и так далее. В общем, у Азербайджана есть очень большой комплекс, комплекс аргументов последовательных, которые, которые будут очень трудно опровергнуть президенту президенту Франции. Я думаю, что в результате этого визита, пребывания в Ереване, в Баку, так сказать, понимание, характер понимания ситуации в регионе во Франции, он поднимется. И я думаю, что поэтому это очень хорошо. Они что-то не понимают. Ну, я думаю, что до конца может быть, не понимают и не хотят, потому что, ну, опять же, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что это не является основным внешнеполитическим приоритетом Франции. Урегулирование ситуации на Южном Кавказе. Здесь она идет больше, так сказать, фарватере общеевропейского союза политики. определяет или идет фарватере? Я думаю, что идет, больше идет идет фарватере, чем определяет. Кто определяет евробюрократию? Наверное, да, я должен был, наверное, с тобой согласиться. Наверное, европейская бюрократия, это, кстати, проявилось и в активности, которую развил господин Шарль Мишель в Грузии. Да, но если вернуться к трех, везут три страны, так сказать, у нас тоже будет большой фанфар, барабанный бой и так далее. Ну, да, не хотелось бы, чтобы он только чай приехал попить, потому что на самом деле, опять же, из фактора нашего президента, мы тоже можем рассчитывать на то, что Франция начнет уделять Грузии большее внимание и как-то проблемы Грузии не будут совершенно отстраненно восприниматься французским правительством, а она тоже найдет, так сказать, возможность сказать своему партнеру в России. Если честно, оно нам надо, чтобы они нам выделяли большее внимание, потому что ведь они же, понятно, что для Франции приоритет интересы России всегда будут на более переднем месте, нежели интересы Грузии. Просто в силу разных причин. Начиная от наполеоновских войн. Гелар, давай, значит, наполеоновские войны, так сказать, понятно, кто жил в Москве и так далее, не будем так далеко уходить, но мы наблюдаем последние 70-75 лет, наблюдаем за тем, как проходит становление совершенно нового пространства Европейского Союза, где формируются совершенно уникальные ценности, принципы, стандарты, критерии сотрудничества и практика сотрудничества. И понятное дело, что Европейский Союз не является идеальным пространством, да, кстати, Brexit тоже подтверждает, но ничего лучшего же никто не предлагает, ничего лучшего мы вокруг не видим. Евразия? Ну, это твоя точка зрения, я с этой точки зрения не согласен, я думаю, ты сам тоже. Поэтому, а Франция, она всегда была, Франция, она всегда была, это была всегда страна, для которой ценности демократии, прав человека и так далее, международного права, это ценности, на которых жизнится французское государство и любой французский политик, тем более президент, он, его, так сказать, внутренний мир основан на этих, я в это действительно верю, я и не говорю, так сказать, просто для того, чтобы там, там, что-то сказать приятное для Франции. Поэтому, с этой точки зрения, ведь на нашей стороне, Гела, что на нашей стороне сегодня? Мы экономические, финансовые и так далее, мы не являемся, так сказать, крупнейшими, так сказать, игроками, региональными и тем более мировыми и так далее, чтобы как-то через силу проталкивать свои интересы и заставлять, например, Россию что-то делать против ее воли. Мы не в этом положении. но на нашей стороне три очень важные вещи. Правда, справедливость и международное право. Поэтому нам очень легко объяснить, тем более европейцам и тем более президенту Франции и тем более президенту Франции устами нашего президента, нам очень легко объяснить на самом деле, чего мы хотим от оппонентов из Москвы. и я думаю, что наша позиция она очень понятная, очень прозрачная и очень доступная для понимания для всех, тем более для французского президента. Боюсь, что французский президент все понимает и да и наш президент объясняет. Ну, мы немножко отвлеклись, и так Франции невыгодно. Остается только еще один игрок, который ну явно может все, я может немножко преувеличивать, перетрофировать, но если мы вспомним фильм «Однажды поездка в Америку», там вот когда говорят «Слушай, у него есть деньги, свои деньги», показывают вот эти изображения, вот у этого игрока действительно есть свои деньги в том плане, что поездки в Америку. В Иране? С изображением да, близко к тому, с изображением вот этого принца значит деньги. У этой страны есть 14, по-моему, то ли 15 авианесущих гроб. Каждая авианесущая группа может держать под контролем регион, даже не страну какую-то, регион, то есть ресурсы практически неограничены. Практически неограничены. То есть решить любой вопрос, любой конфликт, она может. Тем не менее, конфликт между Арменией и Азербайджаном они не решают. отсюда можно сделать вывод. Это им выгодно. Поэтому они не решают. Почему они не решают? Значит, из твоих прозрачных номеров я понял, что ты говоришь о Соединенных Штатах. Амедики. Рим. И дело в том, что я думаю, нажатием кнопки этот конфликт очень трудно решить. И тем более для Соединенных Штатов, для которых тоже, к сожалению, Южный Кавказ в первоочередных десяти приоритетах внешней политики наверное не находится. Был момент и период когда взаимоотношения между Грузией и Соединенными Штатами они находились в таком контексте и в таком качестве, когда вовлеченно Соединенных Штатов становилось все более и более активной в регион. И в этом смысле можно было рассчитывать на более проактивную политику Соединенных Штатов в отношении проблемы Нагорного Карабаха, тем более, что они являются сопредседателями Минской группы. Привет, чайник. Да, но сегодня я думаю, что гораздо больше. Во всяком случае в программных заявлениях новой администрации США совершенно мы не ощущаем того, что Южный Кавказ является центром притяжения американской внешней политики. поэтому они будут наблюдать за ситуацией, может где-то будет активность повышаться и так далее, но претензию на то, чтобы играть тут какую-то главную роль и брать на себя эту ответственность попытался это сделать предыдущая администрация тоже попыталась сделать. министры иностранных дел приехали. Оба министра иностранных дел приехали, говорили, барабанный бой и так далее, мы договорились и уехали и опять была война. Никто ничего не делал. Кремль по этому поводу серьезно злорадствовал, что вот вы там привезли, пытались что-то сделать, а на самом деле сделать можем мы. И они действительно сделали. От этого никуда не денешься. Что при посредничестве Российской Федерации. До этого сделала азербайджанская армия, правда. До этого сделала азербайджанская армия, но точку на этом этапе в военном конфликте поставил президент Путин вместе с двумя президентами. Запятую. Ну или запятую. Но если говорить о будущем, если ты говоришь о запятой, там можно говорить запятая, троеточие и так далее, но к чему это нас приведет, это незаконченное предложение, до точки мы не дошли. Но к чему нас это приведет, я опять хочу повторить это, это зависит от нас троих, это зависит от Армении, от Грузии, от Азербайджана, к чему мы придем, где мы будем жить, потому что в мире спокойствии, в стабильности интеграции на Южном Кавказе мы заинтересованы прежде всего, мы и сами, больше, чем кто-либо другой, тем более Россия. Если мы сами не договоримся, мы будем обречены на то, что постоянно здесь будет внешнее присутствие, военное присутствие, и это военное присутствие, в котором заинтересована Россия, мы будем подкладывать дрова в этот костер постоянно, если мы сами не договоримся. Как только мы сами договоримся, потребность в этом исчезнет, именно поэтому, возвращаясь к первому твоему вопросу, становится ясно, что в мирном договоре и в стабильном мире на Южном Кавказе не заинтересована Россия. Кстати, даже если Армения и Азербайджан договорятся, деструктивные рычаги воздействия на Южном Кавказе все равно у России останутся, и это Абхазия и Цхейнвальдский регион, по крайней мере, плюс военная база в Гюмри. Поэтому постепенно надо идти к этому, надо идти к такому состоянию, когда гарантами нашей безопасности будут наши взаимоотношения. И мы станем гарантами безопасности и мира для друг друга. будем это делать из-под палки, из-под страха и влияния каких-то третьих стран в регионе. Да, я с тобой абсолютно согласен, плюс я просто добавлю гораздо более страшным и гораздо более эффективным оружием в руках Москвы, сейчас я говорю абсолютно серьезно, является не военная база в Абхазии и в Санкт-Петербурге, и не база в Гюмрии, а является та пятая колонна, которая очень активно сейчас работает и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии кстати тоже. Та, которая сеет ненависть между нами и делает все, чтобы вот то, о чем ты говорил, не состоялось. И вот сейчас самое время, с одной стороны, это очень, у нас ждет очень тяжелый период, я в этом уверен, Россия активизировала гибридную войну, но сейчас самое время думать и увидеть этих волков в овечьих шкурах. Пока мы не поймем, кто они, и пока иммунитет у нас не будет как от того ковида как прививка от их слов ненависти друг к другу, до тех пор мы будем находиться в том состоянии, в котором мы есть. Ну, вот это да. Ну, я с тобой согласен, и для того, чтобы, так сказать, не рисовать в черном и белом цвете, да, я хочу сказать, что на самом деле у России есть огромные возможности для влияния на ситуацию на Южном Кавказе. Огромные возможности. Это наш сосед, с которым у нас по большому счету не должно быть никаких, так сказать, противоречий. Наши интересы в чем заключаются? В принципе, народов, скажем так, не государства российского и Кремля в данном случае, да, Кремля и Москвы и так далее, а вот, например, российского народа, азербайджанского, армянского и так далее. В чем заключаются наши интересы? Для того, чтобы мы торговали, инвестировали, ездили друг к другу, развивали, так сказать, взаимоотношения, создавали пространство стабильности, которое было выгодно для всех, да, это наши, это наши, это наши общие интересы, и в этом, в этом пазле, в этой картине у России есть очень серьезные возможности для влияния. Несмотря на все эти годы, которые прошли, на все эти 30 лет практически деструктива и силового влияния на регион, отторжения территории и так далее, несмотря на все это, Россия сохраняет потенциал стать центром притяжения. Но, к сожалению, к сожалению, в условиях теперешней системы власти и в условиях сегодняшнего руководства России это практически невозможно. При этой власти нет. При этой власти это совершенно, и, к сожалению, теперь я не знаю, что произойдет в сентябре на выборах в России, но все больше и больше у меня, так сказать, все меньше и меньше надежды на то, что там могут быть какие-то серьезные политические сдвиги. но по долгосрочному, так сказать, в долгосрочном плане я опять бы призвал российских политиков, экспертов, общественности и так далее инвентаризировать возможности России в регионе и посмотреть, действительно, как могла бы Россия стать не центром силы, а центром притяжения. И многие возможности уже упущены, упущены России, но через некоторое время это вообще пройдет какую-то точку невозврата. Пока эту точку невозврата, я думаю, это еще не прошло. Не прошло? Да. Может быть, прошло. Многие со мной начнут сейчас спорить. Я, например, думаю, что еще не прошло. Нет, я за то, чтобы не прошло. Да, да. Я думаю, что не прошло, но чем больше, получается, теперь, посмотрите, к какому вы думаете мы приходим, да, чем больше нынешняя система власти со своими, так сказать, извращенными приоритетами, да, в том числе на внешнеполитической арене будут существовать в Москве, тем быстрее мы эту точку невозврата пройдем. И тогда, тогда ситуация будет уже печальная. Она будет весьма печальная. Огромное спасибо. Огромное спасибо, во-первых, за интересную беседу, во-вторых, за очень интересную тему. То есть, вот, эта тема, еще будет один разговор у меня уже было со всеми, не было еще с представителем азербайджанской стороны. Сюрприз будет, кто будет этим представителем. А, значит, теперь, спасибо за то, что подана тема очень интересная по поводу того, что точка невозврата России. Вот точка невозврата России, ее вполне можно начать с отношения, с письма по отношению к Украине, Путина, потому что не есть ли эта точка невозврата для всех нас. Да, во всяком случае, как минимум, можно сказать, что это письмо содержит такую философию в отношении, в данном случае, Украины, но я думаю, что смотри, Украина, читай, Украина, и смотри, все остальные страны. Оно содержит такую философию, такое содержание, такой посыл, что, к сожалению, эту точку невозврата это серьезно приближает. Несомненно, спасибо огромное, Валерий, за очень интересную беседу. Спасибо большое, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова